всем привет меня зовут катя вы на моем канале о вязании очень очень давно уже не снимал никакие видео собственно последнее видео наверное было аж год назад на тот момент я еще была беременна четвертым ребенком сейчас этому четвертому малышу через месяц уже будет год и за все это время вязать вязала и в принципе довольно много но снимать ну вот вообще никак не получалось поэтому сейчас хочу быстренько снять видео о конечно этого далеко не все игрушки которые были связаны за это время но это то что сейчас на данный момент есть наличие в наличии игрушек очень много очень много и грызунков и погремушек и игрушек в общем сейчас постараюсь показать большую часть этих игрушек вот на заднем фоне пока оставлю этих овечек и зайку пусть они там сидят а здесь тогда буду показывать другие игрушки вот и начну с вот такого грызунка собственно вот этот вот плед на котором я сейчас снимаю это как бы наборчик игрушек в наборчике плед соответственно это хлопок с акрилом джинс плюс из вот нескольких цветов это вот такой грызунок грызунок связан рельефный то есть работ бусинки разные обвязки вот здесь вот видно вот такими даже не знаю как их назвать но такими вы выпуклыми штучками они на ощупь конечно все бусинки отличаются здесь вот такая вязка то есть бусинка обвязана белая ниточка и сверху надета еще как бы вот такая коричневая шапочка здесь просто такой ажурной обвязкой и вот эта бусинка тоже связана белая и обвязана полустолбиками без накида вот так то есть они все отличаются на ощупь очень такой приятный грызуночек и в таких довольно нежных и нейтральных тонах собственно он подойдет как для мальчика и для девочки поэтому это вот такой набор грызунок плед и вот еще мишка тоже ну мишка уже явно девочка вы но собственная мишку можно заменить на какую-то другую игрушку или же вообще без мишки если нужно для мальчика вот не шутка вот такое мишутка связан из пряжи янар джинс тоже это полухлопок хлопок с акрилом значит это вот наборчик игрушек дальше символ следующего года бычок такая погремушка связана из хлопка стопроцентного вот так деревянное колечко и глазки на безопасном креплении вставлено и внутри шарик погремушка дальше тема погремушек это вот такой но всеми известный зайчик но я его немножечко и связала не просто собственно таких зайцев было связано у меня очень очень много но в этот раз зайчик связан с шуршавшими ушками и с гремящей головой то есть вот такая не просто зайка а такая игрушка погремушка шуршалочка и у моих зайцев последнее время все пришивных частей нет то есть ножки ручки ушки связаны в первую очередь и в процессе вязания все это ввязывается в тело ножки ввязаны ручки ввязаны голова тоже не пришивная продолжение тела ушки ввязаны глазки вышиты но то есть он полностью абсолютно безопасен для малыша никакие части тела не глазки не ничто оторвать здесь нельзя и я у нас есть такой один заяц правда этот зайчик тоже связаны с чистого стопроцентного хлопка у нас меня у сына есть зайчик из полухлопка из джинс я его стираю стиральные машинки стирку он уже выдержал ну наверное 4 или 5 точно с ним ничего не случилось поэтому в принципе я боялась что наполнитель будет там холофайвер как-то комковаться или что-то с ним будет происходить но ничего абсолютно не случилось но может быть чуть-чуть он под вытянулся но в общем то это не если найду может быть в следующем видео выложу что с ним как какой он стал после многократных стирок но в общем то ничего с ним не случилось значит вот такой зайчик дальше наборчик тоже игрушек так это не из этого наборчика в этом наборчике тоже вот такая зайка вот такой голубенькой юбочкой дальше вот такой грыжунок бантик который соответственно сочетается вот с юбочкой у зайки и вот такой грызунок ушки шуршущие чем удобен вот этот вот грызунок то что вот это сами ушки снимаются легко их можно постирать то есть при этом грызунок ну не нужно можно его как-то обработать тоже протереть или сполоснуть и ушки отдельно постирать вот соответственно вот такой наборчик грызунок грызунки игрушка а и еще в этом наборчике погремушка вот такая морковка морковка гремит вот эти спиральки я их просто обожаю их очень приятно перебирать руками здесь есть веревочка то есть это можно либо куда-то привязать либо подвесить либо я на таких веревочках привязываю коляске или кроватки там к стульчику ну куда возможно привязать прицепить чтобы игрушка никуда не убежала то есть вот такой наборчик игрушек и погремушек дальше вот такой зайчик зайчик по-моему был в наборе тоже с игру с какими-то погремушками не если найду потом покажу вот отдельно зайчик тоже соответственно погремушка с такими ушками тоже с вышитыми глазками это тоже полухлопок это джинс я на джинс погремушка следующее набор львов сначала связался вот такой лёва такой тут у него вся грива нужно ее разгладить лежит в коробке в пакетиках и все вот это вот вот такой у него хвостик вот соответственно такой длинноногий так это выглядит сзади хвостик то же самое ручки увязываются вот глазки здесь вышиты и к нему пару вот такой маленький львеночек уже гривы у него выше что по другому вот такая это все хлопок дальше очень я люблю вот такие штучки мы потестировали с младшим сыном очень удобно и это ну соответственно держатель да но он может быть как держатель для соски кто не сосет детки соску меня многие тоже спрашивают а вот малыш не сосет соску для чего собственно простите помимо того что такие держатели для идут для соски любая игрушка тоже погремушка цепляется вот сюда сейчас я постараюсь там быстренько сделать не факт что это быстренько получится вот так протягивается вот и здесь фиксируется все теперь игрушка привязана к грызунку ну к держателю держатель собственно он же и грызунок потому что здесь тоже разные бусинки разная обвязка бусинок и вот это вот клипса она уже прикрепляется к любому к одежде коляске ну куда угодно куда можно прикрепить закрепляется и она кстати очень хорошо держится на любой поверхности на которой цепляется здесь деревянные и вот эта вот штучка чем она удобна то что даже если вы забыли игрушку то она уже является игрушкой для малыша помимо того что служит держателем для соски или же для игрушки очень удобно в к дома понятно что может быть не так а вот в коляске чтобы эти все игрушки и соски они не падали на землю чтобы малыш их не выкидывал очень очень удобно дальше дальше вот такой солнечный зайка вот так сделать вот это пол хлопок тоже глазки на безопасном крепление это alize cotton gold вот такой желтенький зайка просто зайка без всяких погремушек и дальше хотелось из вот серии вот таких небольших игрушечек еще связать единорожку люблю я единорожек уже к сожалению не покажу меня была большая единорожка уже продалась но вот такая вот маленькая но при этом тоже постаралась ей сделать такую довольно пышную довольно объемную спиральками гриву вот это тоже alize cotton gold такая белая вот они примерно одного размера хочу тоже сделать серию таких небольших игрушек они не очень дорогие по цене и в принципе такой вариант такой небольшой карманные игрушки получается и вот кстати еще один зайчик из этой же серии с другими ушками такие ушки мне нравятся меньше поэтому сейчас вижу вот с такими более широкими ушками и собственно посмотрите как меняется мордашка казалось бы абсолютно одинаковые зайки по абсолютно одной и той схеме и одной и той же схемке но чуть-чуть отличаются носики и ушки и уже совершенно другое выражение мордочки дальше он развязалась ленточка сейчас мы быстренько завяжем дальше вот такой мишка из плюшевой пряжи их тоже было два остался вот один не шутка вот такой ну и собственно раз уж мы пошли по плюшевой пряжи то тогда и вот этих вот овечка тоже полухлопок и плюшевая пряжа полухлопок по моему либо cotton gold либо я нарк джинс у меня другого нету и вот такая вот овечка здесь уже глазки тоже на безопасном крепление а вот этой овечке глазки бусинки пришиты буквально вчера связался вот такой зайка тоже из плюшевой пряжи такой простенький простенький с вышитыми глазками доставал еще игрушки настала вот этот вот грызунок который был связан в пару к вот этому к зайчику в погремушке вот тоже такая цвета такое цветовое сочетание что в общем то может подойти как мальчику так и девочке но предполагался для моя предполагала больше для мальчика но в общем то по мне для девочки тоже очень даже подойдет здесь тоже бусинки с разной обвязкой вот они все и вот эти можжевеловые бусинки добавлены то есть вот такой наборчик тоже это все упаковывается в коробочку и такие игрушки они отличный подарок на любой праздник на рождение малыша просто вы идете в гости на кристины ну в общем на как какие-то события праздники или просто когда не знаете что подарить вроде бы у малыша все есть а вот такие вещи они ну не купишь в магазине и поэтому всегда на мой взгляд очень даже востребованы и нашла еще двоих зайчат вот тоже собственно все все вот эти зайки вот они связаны по одному и тому же описание просто вот у них отличаются ушки никак они не хотят все вместе стоять вот ушки но и пряжа вот это пряжа хлопок она потоньше и соответственно зайчик чуть-чуть по-другому связан чуть-чуть по-другому удлинила удлинила тело и ножки вот зайчики и дальше сделаем дальше слингобусы одни вот такие морские сейчас я их разложу и покажу наверное поближе здесь такая морская звездочка тоже бусинки все бусинки обязаны хлопковой ниточкой тоненькая в основном это кукол это кукол и можжевеловые соответственно бусинки вот с разной обвязочкой такие морские веревочка тоже связано такой шнурочек довольно толстый довольно плотный но при этом он довольно мягкий и не будет как ленточки или овощеный шнур не будет на шею маме давить и такие бусы они могут использоваться не только как слингобус то есть вяжется на шее но точно так же это как растяжка в кроватку в коляску длина у них позволяет здесь все развязывается и этими вот веревочками привязывается тоже туда куда нужно привязать поэтому довольно тоже функциональная такая вещь и еще вот такой набор таких леденцовых я бы сказала бусы и грызунок вот поближе грызунок старалась но практически использовать всю разноцветную пряжу секционную какая у меня была вот они такие яркие здесь тоже бусинки с разной обвязкой вот из такой весь помельче получается здесь почти то же самое ну вот они покрупнее и они все если их трогаешь что они на ощупь конечно все 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 отличаются то же самое можно использовать и как слингобусы и как игрушку просто мы вешали детям я вешала просто на шею малышу то есть он никуда и там не денет и он сидит пока в коляске и вот эти все бусинки теребит мусолит рассматривает ну и грызунок соответственно тоже грызунок вообще вот в таком виде браслетиком вот они очень удобная вещь для малыша то есть удобно держать в ручке небольшое компактная то есть нас такие браслетики такие грузуночки у меня у сына тоже есть то есть вот из того что действительно могу сказать что очень удачная и ну нужная вещь это однозначно грызунки причем здесь я не добавлял никаких погремушек но то есть это чисто вот именно грызунок а в принципе если добавить сюда еще обвязать шарик погремушки у меня есть то это будет и погремушка а так вот грызунки в любом виде точно так же такое грызунок отлично цепляется на вот этот вот держатель у нас собственно так и используется держатель для соски или игрушки и какой-то такой грызунок сюда цепляется все а вот большего в принципе для прогулки для коляски ничего и не нужно здесь настолько много всего на самом держателе и плюс еще какая-то погремушка или игрушка что уже малыш занят никаких дополнительных игрушек уже не нужно вот на это собственно все наверное что у меня есть сейчас в наличии все что я хотела показать вот такая вот кучка различных игрушек и вот так же ну соответственно вот плед но плед тоже был связан уже где-то год назад в единственное к нему в комплект чтобы он не лежал в одиночестве к нему в комплект довязался вот грызунок и медведь вот наверное все что я хотела показать рассказать мне будет очень приятно если вы напишите какие-то комментарии мне будет очень приятно если вы напишите понравилось не понравилось может быть что-то еще вы хотите услышать чтобы что-то я еще рассказала и еще было бы очень интересно ваше мнение по поводу того какие темы для видео помимо обзора готовых работ естественно такое количество игрушек она но это за большой период времени конечно в ближайшее время с четырьмя детками одному из которых почти годик очень сложно найти время много времени на то чтобы навязывать поэтому конечно в таких объемах ну редко я смогу выкладывать видео и снимать поэтому возможно какие-то еще темы будут интересны возможно что-то еще бы вы хотели чтобы я рассказала или показала вот поэтому очень буду ждать ваших комментариев очень буду ждать вообще любых комментариев на на тему видео или не на тему видео какие-то просто понравилось не понравилось слова вот поэтому значит сейчас с вами прощаюсь пока у меня малыш спит пойду быстренько хоть немножечко еще что-то повяжу все всем пока пока еще хотела прям чуть-чуть снять видео уже лицом к вам кто еще помнит кто уже не помнит как вообще я выгляжу вот собственно вот так последнее наверное видео было где у меня совсем совсем короткая стрижка сейчас я решил волосы отращивать поэтому ну вот на данный момент это вот так а дальше ну насколько меня хватит насколько хватит моего отращивания вот поэтому и еще напишите тоже как бы было интереснее приятнее чтобы выходили видео лицом соответственно в камеру или руками в камеру вот я конечно же люблю больше когда когда я смотрю видео я люблю когда я вижу лицо чем руки это все понятно поэтому если в таком формате было бы интереснее и лучше то соответственно значит ну вот попробую снимать в таком формате видео соответственно подберу место где это будет лучше выглядеть чтобы вы видели меня лицом еще хотела показать вот такой подарок сделала себе на недавний мой день рождения здесь заказал себе браслет вот со всеми своими детками с гравировкой с даты рождения с именами давно хотела еще когда у меня было трое деток уже хотела такой браслет но все как-то не не заказывала а тут уже вот соответственно с появлением 4 решил все таки заказать такой вот памятный браслетик вот собственно это на данный момент все что хотела рассказать напишите было бы интересно только вязальные или возможно про я не просто не очень как сказать понимаю было бы интересно например добавлять на канал и наши какие-то скажем так будни многодетного да вот то есть какие-то наши дела наши возможно кусочки каких-то прогулок то есть пока я я сама люблю смотреть такого плана влоги я сама люблю смотреть когда разбавлена то есть не только какие-то вязальные но и вот как бы скажем так личная какая-то жизнь да вот кстати еще одна причина того что естественно я сейчас не снимаю потому что практически невозможно выбрать кусочек времени чтобы тебя никто не трогал чтобы никто не заходил в комнату чтобы в соседних комнатах никто не пищал не визжал поэтому вот относительная тишина такое бывает конечно крайне редко обязательно кто-нибудь зайдет ну и младший сынок конечно он крайне мало спит поэтому тогда когда он спит конечно я стараюсь даже делами никакими не заниматься стараюсь только вязать ну или или просто и сидеть в интернете что-то там смотреть но стараюсь именно по делу смотреть вот потому что это буквально там минут 40 час от силы и это конечно очень очень мало вот поэтому напишите пожалуйста во первых как было бы приятнее лучше снимать видео лицом или руками в кадре и было бы интересно еще добавлять как какую-то возможно нарезку сейчас летом и много гуляем возможно что-то какие-то кусочки нашей жизни было бы интересно или нет или вообще эта сторона жизни не интересует и вот соответственно оставляет здесь только вязание все теперь уже всем точно пока пока все жду ваших комментариев